Мне удалось воспроизвести реактор Росси, ну, конечно, в очень упрощенном виде. Я просто внимательно прочитал то, что написано в отчете, который сделали эксперты, проверяющие работу реактора Росси, и попытался, ну, я, значит, решил, что, может быть, там действительно нет никаких особых секретов, и просто то, что написано, я и пытался воспроизвести. Использовал более простой способ клориметрии. Я использовал, значит, я определял количество выделяющегося тепла по массе воды, которая испаряется во время работы реактора. Ну, вот он устроен. Это устроен реактор сейчас будет, но раз вы же сказали, как бы определяли тогда, а как входящую мощность вы регистрировали потом, хорошо, давайте. Прежде всего, как сам устроен клориметр, реактор. Ну, сверху, вот я снял верхнюю теплоизоляцию, дальше находится, значит, имеется наружный сосуд, внутренний сосуд, и во внутреннем сосуде как раз находится вот тот самый реактор. Сейчас я покажу, что у него в этом реакторе. Он устроен очень просто. Корундовая трубка, которая выдерживает высокую температуру, находится на подставочках. На корундовую трубку навита нагревательная спираль, значит, торцы. Внутри трубки находится, значит, смесь никеля и алюмогидриида лития, которые при нагревании выделяет водород. Дальше торцы, значит, закрыты пробками и замазаны жаростойким цементом. Ну, имеется термопара, которая необходима для контроля температуры. Ну, вот, собственно, весь очень просто устроенный, значит, реактор. Так, а материал, значит, там металл, понятно, это вот у нас еще, это теплоизоляция, да? Это теплоизоляция. Я сейчас еще раз покажу теплоизоляцию. Значит, сверху это пенопласт, обклеенный алюминиевой фольгой. Ну, это не ваза, типа пластика, да. Ну, это вот... А это у нас из чего сделано? Это у нас, ну, обычный такой пластичный пенопласт. Понятно. Дальше. Значит, ну, собственно, теперь вот все устроится. Значит, вода куда наливается? Вода наливается вот во внешний сосуд. И, значит, сейчас как раз эту воду нальем. Можно показать. Так, а где у нас отверстия для выкипания? Сейчас, вот отверстия. Вот эти вот, ага, понял. Понял. Наливать. Так, пошли, да? Ну, вот, наливаем воду, значит, чтобы ускорить разогрев, можно лучше нагревать горячую воду. Сюда помещается ровно литр воды. И здесь имеется рис, как-то, который мы можем определять, ну, с достаточно хорошей точностью, плюс-минус 10 миллилитров количество налитой воды. Ну, вот здесь вот рисочка, и видно, что тут вода сняла. Ну, вот, сейчас. Я попросил Александра Георгиевича, это, кстати, вот его любимая собака Алиса, ответить на такой вопрос или не показать экспериментально на бумаге, примерчик такой, как он определяет входящую мощность из розетки и как выходящую в виде тепла и определяет коэффициент. Попросил рассказать, показать на бумаге, на каком-нибудь примерчике. Ну, например, входящая мощность. Это обычный переменный синусоидальный ток. На нём, при нём работают обычные формулы для постоянного тока. Значит, мощность, которая подаётся на реактор, можно определить по самой обычной формуле. Значит, ну как, W равняется U на I. Значит, измеряется напряжение, в данном случае цифровым вольтметром измеряется. Ток, тоже прибор достаточно высокий в точности. Ну, если, например, допустим, там 50 вольт и ток там 1,5 ампера, получаем, значит, мощность равняется 75 ватт. Так, теперь это вот, значит, это прямо показывающие приборы. Значит, надо периодически снимать эти показания. Ну, есть ещё, стоит счётчик, электронный счётчик, электрощётчик, который, значит, определяет потреблённую энергию в киловатт-часах. Но он имеет также выход импульсный, который можно, значит, подавать на компьютер и соответствующим образом регистрировать. Каждый импульс, он соответствует 1150 джоулям. Значит, если интервал между импульсами, допустим, 5 секунд, скажем, ну, скажем, 10 секунд, 10 секунд, значит, эти 1150 джоулей набираются за 10 секунд, значит, 1150 делим на 10, получается 115 ватт. Да, ну, вот счётчик, он установлен перед трансформатором, который понижает напряжение. Поскольку обмотка низкоомная на нагревателе реатора, то приходится использовать не сетевое напряжение, а пониженное, ну, там, в пределах от 10 вольт и до 50-60 вольт. Вот, значит, смотр, и, естественно, получается в трансформаторе некоторые потери. В зависимости от мощности эти потери лежат в пределах от 20 до 30 процентов. Ну, теперь, значит, вот эта вот мощность, вот эта вот мощность, это действительно, которая подаётся на нагреватель, это мощность, которая на входе трансформатора. Они вот отличаются немножко. Ну, и вот это надо учить, если мы строим график, значит, потребляемой мощности, то надо вот эту вот мощность снижать на, в пределах 20-30 процентов, ну, в среднем 25 процентов. Тогда это будет, по этой мощности можно довольно точно судить о том, какая мощность выделяется на реакторе. Ну, теперь... Так, я, по этой, если бы вы всё сказали, то я хочу спросить, значит, интервалы, используемые в мощности, это где-то от 100 до 400 ватт? Да, и вот это, значит, чтобы разогреть такой голенький реактор до температуры 1200-1300 градусов, примерно полкиловатта требуется. И время часов? Да. Пять? Да. А время можно и быстро разогреть, но для того, чтобы пошёл процесс, надо это разогревать медленно. Так, а как вот, ну, некоторые оппоненты говорят о пульсациях в сети, о сопротивлении изменяющимся нагревателям, ну, не так, не сказывается при таком... Ну, вот эта вот формула, она учитывает и пульсации, и изменения нагревателя. Можно пользоваться другой формулой. Можно пользоваться мощность равна квадрат тока, умноженной на сопротивление. Ну, в данном случае можно, необходимо учитывать, как изменяется сопротивление при нагреве. Ну, для нихрома характерна достаточно хорошая стабильность сопротивления при нагреве до 1000 градусов, меняется сопротивление всего лишь на несколько процентов. Хорошо, всё понятно. Следующая часть методики, это по определению выходящей. Да, определение тепла, которое исходит из реактора. Значит, чтобы испарить 1 литр воды или 1 килограмм воды, что одно и то же, надо 2260 килокалорий, килоджоулей. А в каком режиме испарить кипение? В режиме близком к 100 градусам и обычном атмосферном давлении. Конечно, если давление более высокое, то температура кипения будет более высокая и энергия образования пара тоже будет другая. Кстати, Вы вот энероидом не меряете, не фиксируете, что у нас с атмосферным давлением? Да, атмосферное давление, поскольку там соединяется поверхность воды с атмосферой, то там всегда атмосферное давление есть. Нет, оно же тоже отличается у нас. Оно может отличаться с чрезвычайно малой величины. И оно не сказывается, да? Безусловно. Хорошо, слушаю дальше Вас. Вот, ну, значит, измеряем, сколько у нас испарилось воды. Допустим, вот смотрим, процесс вышел на режим какой-то более-менее стационарный, при температуре, скажем, определенной, ну, скажем, там 1200 градусов. И смотрим, сколько времени продолжается этот режим. И смотрим, значит, сколько воды испарилось за это время. Сколько количество испарившейся воды определяем путем подливания воды до того состояния, чтобы уровень воды сохранялся неизменным. Как Вы? Я видел, что практически Вы это делаете. А температура воды там была 26 градусов, а в реакторе уже 80. Как Вы? Вот цифры мне и формулу. Значит, значит, если мы подливаем такую комнатную воду комнатной температурой, то, конечно, при расчетах надо учитывать, сколько тепла еще потребуется для того, чтобы нагреть воду такое количество влитой воды, чтобы приобрело температуру, при которой происходит кипение. Я понимаю, что надо учитывать. А как формулу, примерки, напишите? Известно, удельная теплоемкость воды 4,18 джоулей на грамм градус. Значит, смотрим, сколько у нас, какая масса воды влита. Ну, сколько, ну, 100 грамм мы выделили воды. Ну, 100 грамм воды. Значит, 100 грамм воды и, ну, скажем, на 80 градусов нагрев, да, значит, 4,18 умножить на... Ну, там не с нуля же, мы с 26, да? Ну, 26, ну, 70, скажем, градусов, 75 градусов. 25, да. Умножить на 75 градусов и умножить на массу воды, да, на 100 грамм, ну, или в литрах там будет просто другие коэффициенты. Ну, получается, значит, ну, вот 418 умножить на 75, ну, где-то вот, значит, можно умножить и узнать эту цифру. Ну, грубо говоря, где-то 400, в данном случае 400 будет, да, 40 тысяч джоулей. Вот так вот. Ну, вот это, ну, это все получается, сказать, в виде поправок, потому что основное количество тепла, конечно, уходит с паром. Еще одна поправка, это, значит, то, что утекает через теплоизоляцию. Вот. Ну, там получается, что через теплоизоляцию... Это можно определить, зная, вот когда уже отключается электропитание, происходит остывание воды. Когда мы смотрим, как быстро остывает вода, значит, градусы, градусы, скажем, в секунду. И известна теплоемкость этого всего устройства. Значит, надо учесть, сколько, какая теплоемкость у железных сосудов, какая теплоемкость у воды, какая теплоемкость у самого реактора. Ну, все это известно, потому что все эти удельные теплоемкости, это можно по таблицам определить. Вот. И, зная, значит, теплоемкость это... Джоли... Джоли на градусы, да? А, вот, Джоли на градусы, да? Это определяем... Нам известна вот теплоемкость всего этого устройства. Значит, умножаем Джоли на градус, на градусы в секунду, получаем Джоли в секунду, да? А вы не помните в порядок, какой цифр у вашей реактора? Ну, примерно 100 Ватт получается, 100 Ватт, учечка. Ну, это может быть по-разному, несколько отличается эта цифра. Значит, и вот эти вот умножаем 100 Ватт на продолжительность вот этот вот участок времени, который мы анализируем, умножаем, сколько энергии ушло за счет передачи тепла через теплоизоляцию. Ну, вот таким образом. Ну, понятно, спасибо. И, значит, эксперимент проводится минимум два раза. Первый раз без загрузки топлива. Вы по этой же методике определяете входящую мощность, выходящую, и получается у вас никакого превращения нет. Да, совершенно верно. А потом делаете с загрузкой топлива, и опять по методике, и там получается при температуре выше 1000 градусов уже избыточное тепло. Да, измерения без топлива неоднократно проводились, и во всех случаях получалось, что вот это вот равенство подаваемой энергии, и энергии, которая выходит в виде тепла. Ну, самое большое отклонение было 12 градусов, 12 процентов. Так что вот можно считать, что в пределах, ну, плюс-минус 10 процентов методика работает нормально. А поскольку эффекты у нас примерно 100 процентов, поэтому можно все-таки достаточно уверенно говорить, что эффект это не какое-то случайное явление, а все-таки это можно в значительную долю уверенности считать, что эффект наблюдается. Все, спасибо. Сейчас еще информацию. Вот здесь видите, пошел нагрев. И вот он пойдет до тех пор, пока не будет достигнута 400 градусов. Сейчас еще раз покажите, что вы только что показали, потому что я его не успел поднять. А внизу, как я уже говорил, счетчик гейдера. Ну, естественно, фоксирует. С температурой как бы я не встречал вопросы. Всем понятно, что температура, это термопара в реакторе, и счетчик гейдера, понятно все. Вопросы с мощностью с подводимой. Там вообще до абсурда дохода, я уже устал играться с оппонентами, они не предполагают, что можно это у наи умножить. Они каким-то образом говорят, надо измерять сопротивление, брать тут квадрат тока, умножать на сопротивление. Можно, можно и так. Эти результаты абсолютно совпадают. Это если какая-то хитрая форма тока, то там могут возникнуть проблемы. А здесь обычные синусоиды идут из сети, так что никаких проблем нет. Я так и предполагал. Мы не совсем сам понимаем, вы с какой дискретностью записываете. У вас же ступенчатая там 100, 200, 300, 400, да? Ну да. Да. А когда вы именно показания амперметра, вольметра берете в табличку, записываете, когда переходит, вас же автоматика переключает или нет? Ну, периодически. Дело в том, что потом, после завершения эксперимента, вот, постфактум, происходит обработка результатов, накопленных в компьютерах, и это... И получаются более точные результаты в динамике. А это, так сказать, визуально, это только так для контроля, то, что эксперимент идет нормально. Ну, вот тот график, который вы приводите, в входящей мощности, он вручную построен или компьютер рисует? Ну, вот, первые опыты еще были сделаны вручную, да. Тогда приходилось достаточно часто снимать показания. И вот как это достаточно, как часто? Я вот все-таки о пульсациях хочу понять, вот, в процессе там, ну, это эксперимент идет 5 часов. Ну, ну, да, ну, допустим, каждые, там, минут 10-15, но когда выставишь какой-то режим, он стоит очень стабильно там. В смысле, напряжение и ампераж не меняется, да? Да, да, ну, там, несколько процентов. Ну, все равно эти проценты тоже записываются. Ну, а здесь это все автоматически уже происходит. У вас как это, вот, экспериментальные данные, табличку этих вот записей ваших, ее нельзя общественности представить, что вот по времени, во время эксперимента были такие-то показания сняты? Ну, есть это все, конечно, да. Сначала на бумаге, потом переносится в компьютерный Excel, и там можно. Но если все детали эксперимента показывать, то это просто утонешь в море этих деталей. Если конкретный вопрос какой-то у кого-то возникает, можно на этот конкретный вопрос ответить? Вопрос самый главный у всех возникает, что если это генератор тепла, то почему он не может сам себя обогреть? Ага, такой случай был. И в связи с этим вот сомнения, что КПД почти-то неправильно, что входящую мощность измерили неправильно. А почему? Ну, потому как вот, если он сам себя не может греть, он может сам себя греть, и вот в том эксперименте, о котором я докладывал, в течение 8 минут после того, как перегорела обогревательная спираль, держалась температура 1200 градусов. Но для чего нужен подогрев? Дело в том, что когда нет электроподогрева, то невозможно регулировать интенсивность процесса. Значит, он или затухает быстро, или идет в разгон. Я уже покажу потом, сколько у меня трубок уже перегорело насквозь. Получается очень высокая температура, и трубка буквально корундовая, у которой температура плавления больше 2000 градусов, прожигается насквозь. Поэтому вводится, остается некоторый дополнительный электроподогрев, который позволяет, если уж реактор пошел разгоняться, то мощность электроподогрева снижается, и работа реактора стабилизируется таким образом. Дополнительная энергоподписка нужна только для того, чтобы можно было вести работу реактора в контролируемом режиме. А вот вы говорите, что у вас перегорели там какие-то трубки, значит, все-таки пошел в разнос, и не удалось снижением температуры. Особенно в начале я еще работал без автоматической регулировки температуры, тогда просто очень трудно было удержать в каком-то режиме. Ну вот, видите, вот здесь произошел нагрев, но пока 300 градусов, надо немножко поднять температуру, чтобы она поднялась все-таки до 400. Пожалуйста, еще раз щелкните, чем вы щелкнули. Да, вот. Ну, здесь, значит, регулируется мощность, которая подается на нагреватель, и около этой мощности вот уже происходит процесс регулирования. Так, ну я думаю над тем, что достаточно ли вы рассказали вот про зимирение входящей мощности. Все ли вопросы снимаются? Ну, чтобы еще, можно перейти вот дальше и посмотреть, что происходит на этом компьютере. Теперь перейдем. Вот, этот компьютер у меня специально приспособлен для подсчета импульсов. Вот здесь вот у него 8-канальный вход. Можно подавать импульсы по 8-каналам. И здесь вот, значит, отображается, значит, номер канала. Вот видите, 6-й, 5-й канал в данном случае. Вот, давайте включим еще можно 1-й, 2-й. А каналы откуда берутся у нас? Значит, каналы. 1-й там, а где еще? Так, тихо. 5-й канал, это, значит, то, что я уже говорил. Это импульсы идут со счетчика. Гейгера. Это в реакторе. Да. Каждый импульс, это 1150 джоулей. Значит, если делим на время, вот здесь вот еще есть вот колонка. Вот это вот, значит, время, момент времени, когда произошло событие, ну, пришел импульс. А здесь отображается, значит, интервал между соседними импульсами в данном канале. Вот здесь мы посмотрим, допустим, вот 5-й канал у нас, да, какой-нибудь 5-й канал. Вот, 1,52 на 10. 115,2 секунды. Значит, мы можем взять 1150. Уберем калькулятор. 1150. Нет, неправильно. 1150. Делим. Сколько у нас там? 15, сколько было секунд? Ну, ладно, 15 секунд с чем-то. Получается, вот, 76,6 ватта. Сразу определяем мощность. Можно эту мощность сопоставить, значит, с произведением вот этих вот амперметра и вольтметра. Ну, получается, так, несколько меньше, потому что есть потери в трансформаторе. Ну, вот, да, так, дальше. Значит, 5-й канал, это мы выяснили. 6-й канал, это... А, 6-й канал, это у нас сигналы со счетчика Гейгера. Значит, каждый 64-й канал со счетчика Гейгера поступает сюда, и, значит, то же самое моменты прихода этих импульсов регистрируются. Потом можно в виде диаграммы восстановить скорость счета этого счетчика. Так, а что это у нас на столе вот бежит еще рядом с ним? Так, это у нас бежит устройство, которое предназначено для измерения активности Индии. Вот, значит, вот два счетчика тоже с тонкими округами сюда вот закладывается этот вот Индии и смотрится с обеих сторон. А это у нас устройство, которое выдает высокое напряжение и, значит, принимает сигналы со счетчика Гейгера и здесь, значит, соответствующие делители, которые позволяют... Вот, видите, первый, второй канал. Значит, вот это идут импульсы с вот этих двух счетчиков Гейгера. Верхний... Первый, второй канал, это вот с этой вот голубенькой коробочкой. Так, я должен поправиться, потому что я, когда вы рассказывали, неправильно сказал. Значит, пятый канал, это вот с этого счетчика Меркурий импульсы, а шестой канал, это с Гейгера счетчика, который лежит на реакторе. Да. Так, ну вот, видите, вот уже вышел на 400 градусов, здесь 400 градусов и здесь вот пойдет уже ровненько 400 градусов. Ну вот, пусть на этом режиме немножко поработает. Так, сейчас у нас в реакторе топливо загружено или нет? Сейчас мы работаем в режиме проверочном, без топлива, посмотрим. Должно получиться ровно единицы. Всегда, когда я работал в таком режиме, при любой температуре получается у нас, сколько мощности подается нагреватель, столько, значит, выделяется в виде тепла. А тепло определяется по количеству испарившейся воды, когда закипит уже. И надо еще учитывать некоторый исход тепла через теплоизоляцию наружную. Получается неплохо, несколько процентов, в отличие от единицы, отношения вот этих вот мощностей. Закон сохранения энергии здесь работает. И это еще подтверждает правильность вот калориметрической методики, которая используется в данном эксперименте. Я этот момент, когда вы предложили мой вопрос, я хотел спросить, вы делали измерение без загрузки топлива? Вы говорите, что вы это делали? Да, это делалось неоднократно. Да, и повседневно получается под единицы. Это важный момент, который надо подчеркивать. Много разговоров о том, что этот пар там сухой, влажный, что там расплескивается чего-то. Нет. Вот этот контрольный эксперимент показывает, что если эти процессы и есть, то они незначительное влияние оказывают. А вот у нас будет такая возможность, чтобы вы методику подсчета показали, вот сейчас без загрузки топлива, чтобы эту единицу народ увидел. Как она получается? На бумажке с калькулятором? Ну, это обычный эксперимент идет с утра и до вечера, а обработка идет на следующий день на компьютере. Тоже занимает несколько часов, потому что очень много информации, и ее надо тщательно обработать. Так что сегодня вряд ли мы можем выдать результат, но потом я могу после обработки, после снятия информации с компьютеров, я могу сказать, что же у нас на самом деле получилось. Ну вот вы к цели вы говорите, таблички вы там пишете, вы их можете предоставить общественности? Ну, то, что раньше я делал, могу, конечно, показать. Одна табличка вот для реактора пустого, а другая табличка для реактора с никелем. Ну да, есть это. Ладно, это мы потом все... А, ну давайте, пока вот он греется, можно пока это вот как раз посмотреть на компьютере, а после реактора... Ну, вот здесь вот экселевский файл, на который перенесены данные с регистрирующих компьютеров. 20 декабря это вот тот самый результат, о котором я докладывал на семинаре. Значит, здесь что у нас? Ну, исходные какие-то данные записаны, потом, значит, вот время, температура и сигнал с счетчикой Геггера. Ну, дальше здесь некое усреднение необходимое делается. И, значит, вот графики какие получаются. Значит, вот здесь вот сигнал со счетчикой Геггера идет. Ну, здесь, значит, по шкалам это температура, скорость счета со счетчикой Геггера, и, значит, вот время, реальное время. Вот эти видны ступеньки подъема температуры. Сколько-то времени? 5 часов? Да, время, в данном случае вот с 2 часов, и вот уже где-то половине 10-го произошло перегорание спирали, и конец эксперимента. Значит, что здесь? По счетчику Геггера, ну, можно видеть какие-то даже подъемы. Вот в 600 градусов и 1000 градусов, примерно, до двух раз над фоном. Ну, это может быть и случайность какая-то, так что большого поднимания этому придавать не стоит. Но самое интересное вот здесь вот, самые последние участки. Вот этот вот 1150 градусов и 1000, почти 300 градусов. Вот здесь вот видно, что вот здесь вот произошло перегорание спирали, то есть уже подпитки никакой нет. И вот этот участок, продолжительностью 8 минут, уже нет никакого дополнительного электропитания, и тем не менее, температура держится вот почти 1200 градусов. Вот. Ну, здесь вот, значит, показана та же самая, ну, конь, хвостик, хвостик вот этой вот. Понятно. Значит, температуры, но здесь вместо счетчика Геггера, да, вместо счетчика Геггера, здесь показано, как менялась мощность. Значит, мощность вот здесь вот максимуме 500 ватт она была. Ну, что еще? Ну, здесь вот, значит, температура в зависимости от мощности нагрева. Значит, вот 500 ватт, вот 1200 градусов. Дальше, каким образом происходил спад температуры? Ну, это тоже после выключения реактора. Спад воды. После выключения нагрева. После выключения, ну, как он сгорел, после того, как это само по себе произошло. Вот спад температуры. Здесь, значит, минуты. Убежало минуты. Здесь градусы Цельсия. Значит, вот по этому спаду, зная теплоемкость воды, вот этих вот всех железных сосудов, легко определить мощность, которая утекает через теплоизоляцию. И ее необходимо учитывать при расчете теплового баланса. Вот это вот такой вот баланс сделан для трех температур. 970 градусов, 1150 и 1290 градусов. Это вот полочки, которые там есть на графике. Значит, вот, значит, что здесь? Продолжительность сеанса. Значит, потребление, значит, энергии на основе, значит, имперметра, вольтметра. Ну, в данном случае еще электросчетчика не было. Вот. Импульсы, сколько? Ну, импульсов тоже не было. Тогда еще без счетчика работал. Объем испарившейся воды. Ну, вот, в данном случае испарилось всего 200 миллилитров воды. Ну, и, соответственно, рассчитываем, сколько затрачено на испарение, сколько на нагрев воды до кипения. Поскольку подливалась вода холодная, поэтому еще надо ее подогреть до 100 градусов, потом она только начинает испаряться. Вот это тоже учитывается. И на теплообмен с воздухом. Это вот те потери через теплоизоляции. Всего затрачено, подсчитывается. И отношение измеренного тепла к потребленной энергии сети. Ну, в данном случае 1,27. Это 970 градусов, еще температура небольшая. Ну, вот, то же самое сделано за 1150 градусов. Здесь уже получается отношение 2,14. Вот, 1290 градусов. Здесь, значит, получилось уже 2,38. То есть уже заметное превышение. Тут уже не промахнешься. Ну, еще покажу, допустим, еще какой-нибудь из последних результатов. А если не секрет, сколько или как? Вы на основании скольких экспериментов сделали эти градические таблицы? Да. Одного? Да. Ну, вот в декабре было несколько... Ну, в декабре были только первые эксперименты. Там несколько трубок уже сгорело, конечно. Но так безрезультатно. А в январе уже, вот смотрите, сделаны какие-то... Так вот. 2 января, 4 января, 10 января, 14 января и 18 января были эксперименты. Ну, вот посмотрим, допустим, последний. Допустим, все без счетчика... Нет, счетчик уже вот январский уже все со счетчиками. Да, да. Это сильно облегчает работу и делает ее более точной. Ну, вот, допустим, 18 января здесь. Ну, вот здесь вот, значит, что... Вот то же самое, что и в том случае. Время, градусы Цельсия. Здесь расчет вот баланса. 800 градусов. Вот видите, получается 1,02, около единицы. Еще избыточного тепла никакого не наблюдается. Так, ну, это у нас... Нас интересуют более высокие температуры. Вот, 1000. Давайте вот так вот чтим. 1080 градусов. Вот такая. Удалось такой температуры достигнуть максимум. После чего, значит, у нас произошло сгорение. Сгорание нагревателя. Здесь вот получилось 1,9 коэффициента по температуре 1080 градусов. Вот, большей температуры не удалось достичь. Так, ну, вот еще здесь... А у вас, по-моему, 2 с чем-то где-то. Или это не было? Да, 2 это вот в предыдущем случае я показывал. Это в декабре было достигнуто. Тогда температуру удалось достичь почти 1300 градусов. А, ну, при более низкой температуре. Да, здесь при более низкой температуре. А коэффициент был больше, да? Используется, значит, в самых критических ситуациях. Это вот турбины, это самолетные эти, турбины газовые там, все это. Много, ну, далеко за 1000 градусов температура. Вот он раздобыл где-то проволоку из этого материала. А я обычно и не хром использую. Вот он максимум 1400 выдерживает, а то и меньше. Вот, ну вот, как здесь менялась температура, показано. Что интересно, вот смотрите. И сигнал со счетчикой гиггера. Опять-таки, вот при 1000 градусов можно какие-то подъемные вылюдать. И где-то в районе 600 градусов. Ну, я не знаю, может это и какая-то закономерность. Вот, ну, пока еще данных недостаточно. Ну, вот здесь вот, значит, как тот же сигнал температурный. Ну, и как менялась мощность подаваемая. Вот это вот, вот это вот, вот эти штрихи, они означают, что мощность то больше, то меньше необходима. Это необходимо для того, чтобы поддерживать стабильную температуру. Вот видите, как здесь стабильная температура поддерживается. Вот это график очень потратительно. И здесь тоже. Это вот работает вот эта вот система регулировки. Я к чему, что вот, если бы вы этот график мощности привели бы, то не было бы половины оппонентов бы. Ну, вот. Потому что это явно экспериментальный график. Дело в том, что, да, еще в декабре... А как вы получаете, кто у вас пишет эти вот кривульки? Это вы из таблицы строите? Нет, это записывается информация на регистрирующий компьютер. Потом оттуда, значит, информация берется, переносится сюда и переводится. По мощности. Это вы с Меркурия писали им? Вот это с Меркурия. Да, это с Меркурия. Понятно. Да. Это просто, значит, данные по времени. Вот, кстати, здесь есть, да. Можно посмотреть. Вот. Время вот этих импульсов, да. Вот здесь вот импульсов с Меркурия, которые идут. А это мощность в Ватах. Это просто, значит, вот этот интервал времени между импульсами. Делишь 1150, делишь на интервал. И вот сразу получается мощность. Вот она, мощность. И она вот здесь вот на графике изображается мощность. Вот нижний график, это самый хвостик. Это вот как происходило охлаждение. А не было тут нигде, чтобы и график с Меркурия, и график с Ватметром-Пегмета? Ну, нет. Ну, я так сопоставлял. Дело в том, что там используется трансформатор. Я всё время сопоставляю в каждом режиме, сколько, значит, показывает счётчик, сколько показывает, значит, вот произведение тока на напряжение. Получается от 20 до 30% меньше показывает это уже после трансформатора. Ну, понятно, это потери на трансформаторе, они довольно значительные. Кроме того, ещё... Я хочу понять, где же у нас трансформатор? А трансформатор вон там же, где переключатель. А что он трансформирует? Напряжение сети трансформирует в более низкое напряжение. А кто у нас потребляет низкое? А нагреватель, он же низкоомный. Его так вот в сеть не включишь. Я понимаю, значит, вольт-амперы после трансформатора, а счётчик на рекуре до трансформатора. Да, да, да. Ну, это понятно. Потери в трансформаторе достаточно большие всё-таки. Так, ну, тогда более правдивые показания получаются вольт-амперы. Да, обязательно, обязательно вводится... Нет, вот эта вот динамика, да, при расчёте вот этого вот коэффициента, вот это вот, обязательно вводят, вот, вот, с учётом потерь в трансформаторе 25% в среднем получается. А, вы учитываете? Да, вот если без учёта, получается 1,52. Да, а с учётом потерь в трансформаторе получается 1,9. Ну, это надо мне осмыслить, почему с трансформатором меньше, без трансформатора больше. Потому что мне наоборот представляется, что трансформатор занижает входящую мощность и отсюда КПД должно быть больше. А я дома подумаю, по свободке сейчас пока... Угу, ладно. Так, если можно, практически как бы... Так, ну, нет, ну вот ещё, там, последнее вот это, Индий. Вот видите, Индий, то он кладётся на счётчик, то опускается в воду. Поэтому вот здесь много таких колонок. Вот видите, значит, тоже, значит, каждый 64-й импульс, значит, регистрируется компьютером, потом вычисляется скорость счёта, как отношение, значит, 64-х к времени, к интервалу между импульсами. Вот в данном случае вот около двойки. Примерно два импульса в секунду идёт на каждый счётчик. Вот это вот канал 1, это нижний счётчик, и дальше идёт канал 2, значит, верхний счётчик. Ну, вот здесь, вот здесь вот, значит, средняя величина, значит, приведена, вот здесь вот. Вот, ну, видно, что, в общем-то, она флуктуирует, это средняя величина, но когда, что из Индии, что без Индии, она получается, значит, одно и то же, по сути дела. Вернее, тут за пределы статистики они не выходят отличия. Так что потока нейтронов, которые мог бы этот Индий заметить, по сути дела нет. Ну, а какой это поток? Это примерно, он мог бы зарегистрировать какие-нибудь десятые доли нейтрона на квадратный сантиметр в секунду. Вот если бы была такая плотность потока, то это было бы заметно. Ну, в данном случае нет. А одна десятая, хотя и над естественным фоном это очень много, но надо сказать, что, допустим, вот норма для профессионалов, которые работали, допустим, где-то на реакторах, 20 нейтронов на квадратный сантиметр в секунду. Так что, если бы был какой-то, хоть сколько опасный уровень нейтронов, то он был бы замечен, такой методикой. Нет, нет. То есть, если есть радиация, то она очень-очень незначительная. Ну, вот всё, что, пожалуй, кстати, можно сказать. Ну, ещё, если можно, повторите момент, как вы учитываете теплоизоляцию, значит, то тепло, которое теряется всё-таки практически. Вот так, значит, цифра такая, это минус такая, это, получается, что-то. Так, это куда я ушёл, туда ушёл. Так, это, наверное, вот здесь вот хорошо можно проследить. Это ведь эти потери, вы потом плюсуете, как-то выделяющиеся? Да, да, конечно, потому что, да, тоже выделяю, выделяющееся тепло и уходящее. И эти потери в виде чутка ПД, в общем, если вы их приплюсовываете, то... Да, да, да. Ну, они вот получаются, значит, вот скорость, это градусы, градусы, там, в секунду вычисляем, да, а суммарная теплоёмкость, это можно вычислить в джоулях на градус. Делим одно на другое, получаем сразу мощность, которая уходит, наверное, на тепло. Ну, получается, где-то, где-то порядка 100 ватт уходит всё-таки на... Вот, мощность исцеления, да, где-то она получается порядка 100 ватт. Ну, в разных случаях несколько по-разному, ну, вот это необходимо тоже приплюсовывать. Ну, где тут вот, ну, да. Вот, знаете, по обмену с воздухом, вот они, с джоулями. Вот здесь, видите, вот здесь вот, значит, это 155 ватт в данном случае. Довольно, как-то, всё-таки много уходило. Ну, потом я улучшил теплоизоляцию. Ну, всё это необходимо учитывать. Ну, посмотрите, затрачено на испарение, вот если вот возьмём вот этот вот случай, теплообмен здесь вот 465 тысяч джоулей, а на испарение истрачено 2 миллиона 712 тысяч джоулей. То есть, на теплообмен, ну, заметная величина, но всё-таки, так сказать, намного меньше, чем уходит на испарение. Так что, если мы здесь даже ошибёмся, допустим, на 10%, то, так сказать, ошибки большие от этого не будет. Ну, таким вот образом. Всё-таки, значит, вы регистрируете количество воды, выкипавшей? Да. В кубических там сантиметрах, в литрах, в граммах, в чём? Да, в литрах. Литрах. Вот видите, много воды уходит. Вот в данном случае, вот видите, выкипало, за 50 минут выкипало больше литра воды. Так, и как вы потом получаете джоули из этих литров? Ну, известно, сколько уходит на испарение одного литра или одного килограмма воды. Вот, значит, мы, вот видите, 222 миллиона 226 тысяч джоулей уходит на испарение одного литра воды. Ну и всё. Перемножаем, получаем. Да, это табличное. И потом прибавляем, сколько у нас через теплоизоляцию ушло. Да. И получаем количество тепла, выделившееся в реакторах. Да, да. Вот так. Ну, когда-то я калориметрией очень много занимался. У меня, собственно, и диссертация построена на калометрических методах измерения радиации. Кстати, самый точный метод дозиметрии. Вот, ну, таким вот образом. Давайте опять вернёмся туда, посмотрим, что там происходит. Да. Ну, вот, уже тресформатор. Ну, вот ещё. Горячий тресформатор. А скольки вольтовый-то у вас нагреватель? Вы говорите, низковольтовый? Да. Ну, здесь где-то в пределах до 80 вольт напряжение доходит. Я думаю просто, чтобы без трансформатора обойтись. Что нам мешает? Без трансформатора, да. Я пытался. Можно поставить тиристор на регулятор и прямо от сети питать. Но тут возникают вопросы, что тиристор на регулятор он искажает форму сигнала и поэтому возникают некоторые проблемы с определением мощности, какая же действительность мощность потребляется. Понятно. Потому что на синусном токе там всё точно так же, как на постоянном токе. Просто произведение, ну, если нет двига фаз. Ну, здесь нет двига. Здесь чисто активное сопротивление. А вот эти вот тиристоры, они нужны для поддержания температуры? Постоянно. Тиристоры, да. Ну, не только её, чтобы, если низкоомный нагреватель, сеть прямо включишь, он тут же сгорит же. Надо его постепенно нагревать. А почему? Паяльник не сгорает. Паяльник, паяльник высокоомный. А почему нам нельзя взять высокоомный нагреватель? Наверное, можно, но это сложно. Потому что много-много проволоки надо наматывать. И, кроме того, приходится тонкую проволоку наматывать, которая легче перегорает, чем толстая проволока. Мне просто представлялось всё проще. Я думал, что у вас латер, вольтметр, амперметр и больше ничего. Да, да. К сожалению, у меня нет. И всё в выборочном режиме управляете, кажется. Так, чё-то у меня тут приехали у нас. Ладно, пока. Возьмём и выключим. Ну, а какие планы? К лату не будете переходить? Всё, как вот, это вы считаете оптимальное, лучшее решение техническое, которое у вас сейчас? Это ещё в процессе, это ещё только самое начало ещё. Конечно, ещё работы очень много. В общем, главное, не удалось достичь жилительной работы. Нет, по поводу реактора, это второй вопрос. Я по поводу регистрирующей аппаратуры и питающей, как бы, здесь есть какие-то мысли по изменению конструкций? Ну вот, автоматику эту, трансформатор убрать или… Ну, всё-таки, вот, стиристорами, может быть, и… Мне кажется, процесс медленно-текущий можно в высшем режиме. Это «АЛЛАТРА» крутить и смотреть за температурой глазами «АЛЛАТРА» и не допускать, чтобы система не шла в разгон. Да, это же посадить человека, чтобы он сидел и всё время крутил. Пять часов, да, пять часов, да, конечно. Нет, это вот не надо. Вы считаете, что это… Нет, это автоматика. Автоматика нужна, конечно. Но ведь автоматика, она что? И Вы ей объяснили, что нужно температуру держать. А вот идёт система в разгон, не идёт, она же не чувствует. Она тупо, как в термостате температуру держит, которую Вы ей сказали. Так, я понимаю, или неправильно? Да. Ведь Вы же говорили, что реакция ядерная может затухать, а может разгораться. Да. И Вы, когда она разгорается, Вы уменьшаете температуру нагревателя. Когда она затухает, Вы увеличите температуру нагревателя. Но ведь автоматика, конечно, не видит… Она по температуре судит, да? Затухает или нет? А как ещё можно судить? Тогда ещё раз повторите, как она, эта автоматика, вот от скольких до скольких градусов, как бы, держит? Или она же не… Ну, сколько выставишь, сколько она держит. Сколько она держит. Значит, Вы сами предполагаете заранее, что при таких градусах, вот при тысяче градусах, система в разнос не пойдёт, да? Вы вставляете тысячу и уходите. Да, при тысяче она не пойдёт, а… Ну, там… Ведь тысяча четыреста градусов – это… Значит, такая температура тоже довольно условная, потому что измеряется температура не внутри самого реактора, а на поверхности трубки или в торце. Поэтому, а что там внутри самой этой трубки, творится с ней совершенно непонятно. Так, ещё мне Вы скажите раз, почему у меня этот амперметр колышется? Он только лишь в момент чего-то изменяет свои показания. Ну, вот сейчас выставим на 700 градусов. Вот сейчас вышел на 700 градусов, вот видите… И он колыхнулся. Да, вот как только превышает температуру 700 градусов, сразу переключается трансформатор на меньшее напряжение. И начинается опять остывание. Вот сейчас тело-то колебалось. Да. Это он на режим остывания выключается, да? Да, вот он. Сейчас немножко подостынет, потом опять включится больше нагрет. Ну, вот таким образом. Я пытался сюда тиристор включать, но опять-таки проблемы возникают достаточно сложные там. Во-первых, там… Главное то, что меняется форма. Уже идёт не синусоид, а что-то такое другое. И всегда возникает вопрос, а правильно ли измеряется мощность при искажённой форме электрического тока. Вот. А здесь идёт чистая синусоида. А вот он сейчас, вольтметр выключен, да? Или у меня просто угол такой зрения, что я не вижу цепок. Не, пустой. Экран пустой, да? Амперметр включён, а вольтметр выключен. А он сам выключается для экономии энергии. Я вот думаю, какой смысл на амперметр держать включённым, если вольтметр выключать? Смысл такой, что можно периодически снимать показания и сопоставлять, значит, эту мощность с той мощностью. А, вот так подошёл, включил вольтметр и снимаешь показания. Вот, видите, 49 вольт и ток у нас, ну, так, 56, 2,8 ампера. 2,8 ампера, 49,7 вольта, да? 47, 71. И эта температура... В общем-то не видно, сколько градусов, да? Вот здесь вот по нижней шкалей уже до 1500 градусов, да. Сейчас 700 градусов установлен. Велькурий посылает импульсы. Ну, давайте посмотрим, какая температура воды. Температура воды 63 градуса. Ещё водокипение, конечно, далеко и долго надо ждать, пока вода закипит. Ну, мощность ещё небольшая. Я вот не смог с оппонентом бодаться в плане... Он говорит, что при включении нагревателя меняется сопротивление его. И... Ну, я говорю, что при мощностях, там, 100, 200, 300 ватт, это... И выдерживание... Он, мы же его выдерживаем, он же... Нет у него там... Вот этого провала... То, как если вот холодный включить, у нас же ток... Ну, сопротивление... Да, можно, конечно, смотреть по сопротивлению, просто измерять ток. И на сопротивление меняется. Но если хороший нехрон, то всего лишь на несколько процентов меняется сопротивление при нагреве до 1000 градусов. Вот. Но, тем не менее, лучше всё-таки измерять напряжение и ток. Это, опять, более надёжный способ. Ну, давайте побольше дать... Установим ещё температуру ещё более высокую. Так, ну вот. Давайте установим 900 градусов. Надо, соответственно, увеличивать уже мощность. Не боюсь, что я задам вопрос, вы не поймёте его, как отвечать. Так, когда у нас эксперимент-то начинается? Он уже начался или начнётся при определённой температуре? То есть, в смысле, когда появляется избыточное тепловыделение? Нет, когда избыточное, где-то понятно. Там при 1000 градусов. Сам эксперимент, он... Вот как мы включили мощность на нагреватель, так и эксперимент начался. Ага, и потом мы просто смотрим, если ничего не происходит, ну, мы этот интервал можем вначале отбросить, допустим. А потом с какой-то температуры начать считать. Ну, он тоже какую-то информацию несёт. Ну, вот сейчас вот до 60 градусов температура... Ну, пока ещё, пока ещё... Какая информация? Да, ещё ничего измерить невозможно. Ну, можно по скорости роста, допустим, температуры как-то прикинуть, какая мощность там выделяется, но здесь и не ожидается никаких эффектов. Понятно, что не ожидается, но всё-таки мы... Выделившееся количество тепла мы не можем, пока вода не кипит, по испарению там ничего, там сколько было, на той риске вода и стоит. Она понемножку испаряется. Испаряется. Можно даже посмотреть. Ну, на пару миллиметров уровень упал. Ну, тогда выключаю камеру, наверное. Да, пока перерыв сделаю. Или можно поставить и пусть стоит, не напишет. Не надо людей мочить пустыми кадрами. Так, я сейчас ещё подумаю что-нибудь. Так, а когда мы... А мы можем же сейчас, допустим, продемонстрировать, как вы вот этот индий определяете? Да. Как индий. Радиация какая-то появляется совсем не обязательно при высокой температуре. Вот мы в предыдущих опытах с Николиц наблюдали выделение нейтронов при температурах порядка 200-300 градусов. Ну давайте, вот как это делать. Вот индийная пластинка, да? Довольно большой площади. До того, как мы её положим, пластинку, вот этот вот приборчик, он сейчас что-нибудь куда-нибудь пишет или нет? Да, он пишет вот эту вот информацию. У него первый-второй канал какой-то, я не помню. Да. Вот кладём. Кстати, надо сказать, что тут, по-видимому, батарея села. Надо её заменить. Всё это делается, насколько это можно, это всё делается на батарейном питании, чтобы было как можно меньше помех. Так, всё завязываю. И, что-то не было плеки. И, который мне кажется, это всё делает. Субтитры сделал DimaTorzok 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 разделить на 207. Получается 1,25. Значит на 25% после трансформатора меньше, чем до трансформатора. А чего нам не даёт Меркурий подключить после трансформатора? Или нам нужно до трансформатора? Ну вообще-то Меркурий точно работает при напряжении около 220 вольт, а там у нас намного меньше. Может быть и можно. Вообще такой гибкий прибор электронный в отличие от дискового счётчика, который только работает корректно, когда синус идёт и при напряжении 220 вольт и никакое искажение формы сигнала там недопустимо. Здесь этот счётчик очень электронный, он там просто происходит, он работает на принципе перемножение тока на напряжение. Поэтому здесь даже в принципе-то искажение формы сигнала, оно не сильно влияет на точность измерения. Поэтому, наверное, если использовать этот счётчик, то можно и тиристорные регуляторы применять. Я думаю, что так. У людей возникнут вопросы и претензии. Найдутся умники, которые будут оспаривать, что этот счётчик... На самом деле, на самом деле, это мы уже проверяли. Даже когда идёт импульсное потребление тока в виде коротких импульсов, всё равно он правильно поддаёт, довольно-таки правильные показания. Такой прибор очень, очень хороший. Так, но мы не закончили с этим идием. Вы словами скажите, через сколько времени он подаёт туда данные в этот компьютер? Какие он данные подаёт? В чём он? В зилертах там или в микрорентгенах? В чём он имеет? Он измеряет скорость счёта, импульсы в секунду. Мы сопоставляем с тем, что у нас, значит, фон. Фон у нас, ну, если вот это, к микрорентгенам в час, как мы привыкли, то это там, получается, да, под 10, там, 12 микрорентген в час. В общем, вы умеете переводить импульсы в микрорентгены? Вот здесь, значит, измерение показывает то, что отличие от фонов практически незаметно в процессе эксперимента. Ну, в этом, как бы, я и не сомневался никогда. Это вот вы физики-ядерщики, как-то скрупулённо всё это, и вас вы акцентируете. В этом-то и вся интрига, что, значит, ядерные изменения происходят, а ядерных излучений не получается. И вот это вот, как раз, на основе этого нам говорят, что вы занимаетесь же наукой. Такого быть не может, потому что не может быть никогда. Ну, вот есть, это факт. Это факт. Значит, будем смотреть, ну-ка, что-то мы увидим. Давайте посмотрим, что-то у нас происходит внутри. Вот видите, уже он до красна раскалился. Но это только ещё до красна, когда температура 1200, он уже жёлтым становится весь, жёлтый пламя. Не пламя, а накал. А вот вопрос возник. Он, если он герметический, то почему его нельзя прямо в воду положить? Ну, так нам же надо получить температуру высокую. А вода не позволит подняться больше 100 градусов. А-а-а, вот почему. Так, ну-ка, тут у нас вода. Ну, вот уже вот, видите, 84 градуса. Уже, кстати, испарение интенсивное идёт уже не обязательно 300 градусов. Вот уже миллиметров на пять опустился уровень воды. Уже можно подливать. А вот как это произойдёт или происходит? Когда Вы начинаете подливать? Какую воду подливаете? Холодную, горячую? Значит, если подливать холодную воду, то надо ещё, когда мы баланс тепла рассчитываем, ещё учитывать нагрев её до 100 градусов. Это учитывается. Но можно кипяток лить, тогда просто уже можно ничего не добавлять. Можно лить кипяток. Если мы сейчас 80, сколько сказали? Да, 85 градусов. Вот если я налью туда 85 градусов воду, то я понимаю, что никаких изменений не произойдёт. А если я кипяток налью 100 градусов, то произойдут. Да, кипяток. Уже наливаешь из кипящего чайника в сосуд для переливания, уже там становится 80 градусов. В смысле, в какую сторону влиять-то может? В сторону увеличения, как КПД, или в сторону уменьшения, если мы более горячую воду наливаем, чем там есть? В сторону увеличения КПД? Ну, не туда, не сюда. Просто надо и в том, и в другом случае учитывать, шлили ли мы холодную воду или горячую. А, так я тоже об этом... Вы всё-таки учитываете, да? Надо обязательно учитывать. Вы эти температуру имеете, да? Да. И потом путём расчётов всё это выравниваете. Угу. Вот она, вот видите, вот здесь вот 900 градусов. Вот она и держит 900 градусов сейчас. У вас просто отторированный, вы сами знаете, что 900. Я не вижу 900. Подавалось эталонное напряжение и известное, сколько хромель и люмель выдаёт на каждый градус. И всё с этим была отградуирована. Сейчас по нижней шкале 90, да? 900. Нет, там по нижней шкале написано. По нижней шкале 900. Написано 90, но на самом деле 900. Сколько написано? 90, да? Потому что конец шкалы 150, а на самом деле 1500. Ну и как раз и цвет коленя как раз и соответствует 900 градусам. Видно, что действительно там. Ну что, можно пока посмотреть вот огрызочки, которые... Нещите их сюда на шведущих экспериментах. Потому что там не видно. Так. Ну вот это вот тот самый реактор, о котором я докладывал на семинаре в декабре месяце. Ну вот здесь он перегорел. Ну это я ободрал. Вот этот вот цемент высокотемпературный. Кстати, очень твердый вот. И вот не только вот ногтем, но и даже железом не соскребешь. Вот это вот в другом эксперименте. Вот видите, тоже все тут прогорело в конце концов. На то мы кончились испытания. Ну вот это вот тоже несколько огрызочков. Здесь вот видите, здесь вот прямо насквозь уже прогорело. Прямо виден канал, как проплавилось все. Ну этот канал же и был трубочкой. Это же трубочка? Нет, вот этот вот. А здесь керамика? Вот сюда идет, да. Насквозь керамики. Потом я в этом месте переломил и вот видно, что насквозь она прогорела. Вот такой вопрос. У меня было, я забыл, о нем сейчас вспомнил. Как тень безопасности соблюдается, только как вы можете знать, что ваш этот реактор не взорвется от водорода, который там генерируется? Водорода там всего выделяется 10 миллиграмм. От 10 миллиграмм водорода никакого жуткого эффекта быть не может. То есть там получается расчетное атмосферное давление? А давление внутри, да. Вот это вот вопрос, конечно, что люди возникают. Ну и у меня, и у людей, вот видите, вот это тоже огрызки. Это финал, финал экспериментов пока еще такой вот получается. Да, возникает вопрос, как же так вообще вот эти 10 миллиграмм, они вообще-то при нормальном давлении занимают объем примерно одну десятую литра, 100 миллилитров. А мы впихиваем эти 100 миллилитров в один миллилитр. Так получается, что 100 атмосфер. Да еще эти 100 атмосфер нагреваются до высокой температуры, там еще в несколько раз увеличится. И возникает, как же такая трубочка вообще выдерживает? Ну и как вы отвечаете на этот вопрос? А вот этот вопрос, на который еще требуется дополнительное исследование. Я предполагаю, что там в действительности все-таки такого давления большого не возникает, что вот этот водород, который возникает, он же быстренько и поглощается, уходит в никель. Поэтому там большого давления не возникает. Я вот подумал все-таки, может быть, можно реактор водичкой залить? В небольшом смысле, та вода, которая с той стороны пусть будет? А чтобы здесь увидеть, герметичен ли реактор? Не идут ли бульбушки из него? Нет, я сделал такой опыт. Вот я покажу сейчас одну устройку. Вот это корыца, вот это алюминий 2О3, корундовый порошок в нем находится, такой поливидный, очень тонкий порошок. Вот сюда вот кладем, допустим, вот я покажу, где у нас. Кладем сюда этот реактор, засыпаем торцы этим порошком и греем его. Ну, весь уже водород уже в основном должен выделиться при температурах ниже 200 градусов. Ну, греем до 200 градусов. Да, еще вот это все размещалось в стеклянной банке, которая закрывалась. Пленкой или крышкой? Пленкой, пленкой заклеивалась. Потому что я подумал, можно там манометр приспособить к банке? Манометры, это проблема. Хорошо бы, конечно, манометры приспособить. Ну, во-первых, манометр дает в манометре большой объем собственный, который сильно исказит показания. А во-вторых, его не подключишь. Это же как-то металл надо сопрячь с керамикой там. Нет, если вы это в банку помещаете стеклянную, крышкой закатали, а в крышку манометр. Да зачем это? Дело в том, что здесь двойной контроль получается. Во-первых, если бы где-то начал выходить водород, вот такой тонкий порошок, сразу было бы заметно, что струйка газа, она бы сразу эту пыль куда-то раздвинула. Знаете, я сколько живу и не сталкивался с этим способом контроля. Обычно либо в воде камера. Вода до 200 градусов не нагреет. Автомобильную камеру проверяют и велосипедному воде. Хорошо бы, да. А газ у нас намыливают и по мылу, по пене. Да, но здесь же 200 градусов. В масло опускать, ну, потом непонятно, что делать с этим жирным реактором. А это вот пыль, на ней всё прекрасно должно быть видно, если выходит. Это первое. Значит, никакого выхода не было обнаружено. Дальше. Это стеклянная банка. Если бы эти, значит, одна десятая литра водорода выделилось в эту банку объёмом около литра, то получилась бы вполне взрывоопасная гремучая смесь. Я туда сую лучинку тлеющую. Это школьный опыт, да. И должен был произойти взрыв, если бы там был водород. Никакого взрыва не произошло и никаких признаков, значит, водорода там не обнаружилось. Так что получается, что всё-таки водород не выходит, а удерживается внутри этого реактора. То ли из-за того, что действительно прочные стенки, то ли из-за того, что он сразу поглощается. И потом вы почему-то какую-то маленькую цифру называете. Неужели этого количества хватает, чтобы создать, как я говорил, твёрдый раствор, чтобы там было столько протия между кристаллами, между ядрами никеля, чтобы маловато водорода. Вообще-то, если сделать оценку, то получится, что где-то на один... Если весь этот водород войдёт в никель, то получится, что на один атом никеля получится один атом водорода. А вы можете такую оценку сделать на один кубический сантиметр никеля, сколько жидкого водорода? Ну, зачем это? Конечно, все эти расчёты можно сделать. Тот, кому это хочется, пусть посчитает. Я просто знаю, те, которые занимались водородной энергетикой, они там водород хранили в никеле. Так вот, у них в одном кубическом сантиметре никеля полтора кубических сантиметра жидкого азота в пересчёте. Значит, получается следующее, что лучше использовать не никель, никель довольно слабо при обычной температуре впитывает. А вот, если сделать интерметолит такой, лантан-никель, лантан-никель-5, вот он очень даже жадно водород себя впитывает. Он, значит, один объём такого, значит, вещества впитывает тысяча, больше тысячи объёмов водорода. Да, если... В смысле разообразно. Да, и получается так, что, значит, если хранить водород вот таким образом, в соединении с этим лантан-никелем, то его даже, значит, получается, что удобнее хранить так, чем хранить сжиженный водород. Это более компактно получается. Да, вот это есть такое. Ну, здесь простой никель. Видите, уже даже вот какие-то... Ага. Сейчас я наеду покажу эту височку, вон она видна. Ага. И какие-то уже пузырьки появляются воздуха, но, в принципе, можно уже подлить. Ну, давайте запишем, как это вы делаете. Вы же, наверное, будете с блокнотиком записывать температуру. Да, вот эти вот отражатели можно поставить для того, чтобы уменьшить потери тепла через излучение, значит, вот это вот излучение от реактора, оно отражается и возвращается обратно. Ну, вот можно поставить и посмотреть при той же температуре, как, может быть, снизится мощность потребления. Нет-нет, ну, наверное, мы не будем этого делать, или как? Ну, ладно, давайте... Во время эксперимента, по-моему, это нельзя. Вот мы постоянно туда... Кстати, вот ухлочек. Мы снимаем крышку, нарушаем температурный режим. Ну, нет, это так быстро не происходит. А как, это можно так говорить, когда... Как-то проверил, а как бы на основании ничего, интуитивно? Да, да. Чтобы быстро открыл-закрыл крышку, ничего не происходит. Ну, да, вода-энергоемка, теплоемка большая. Ну, ладно, давайте все-таки пойдемте холодные воды. И так, давайте все-таки подойдемте еще. А температуру как будете мерить? Вы же температуру не померяли. Померяем температуру. 25 миллилитров здесь. Вы термопар имеете, да? 50 градусов. Ну покажите мне. Еще раз можно? Я срисую. Термопару вставляете в воду и на тест рисунок. Хорошо. Так, ну тут придется лить все воды неоднократно. Спасибо. Можно подсмотреть. Я бы на вашем месте, или на своем бы месте, я бы попрактиковался бы на крышку лить воду. Она бы, мне кажется, испарилась бы быстрее и больше. Ну вот, видите, она еще не испарилась вся. Конечно, надо на крышку лить, Марина. Слушай, крышка нагревается восходящими потоками. Там нагрев уже идет по такой температуре, в основном за счет лучей спускания, за счет того, что инфракрасное излучение идет во все стороны. Так и конъюнктивные потоки. Дно как раз ближе всего, на дно все-таки больше идет. А, ну потому что он контактирует дно. Ну а боковые стенки меньше всего, наверное. А вторая уже по интенсивности нагрева – это крышка. Да, крышку надо, да, на крышку надо. Да, крышку надо, да, крышку надо. Будьте-то не переводить. Еще раз посмотреть при 1000 градусах, какой там накрылся. Ну вот, собака горячая. Вода, вот, я не вылил. Вода горячая. Вообще, эксперимент. Вот я уже себе руку обжигал. Техника безопасности вас схромает. Все, они успеют. И чем больше контролеров по технике безопасности, тем больше нарушений будет. Не, ну вы должны еще облывочка хотя бы. Все-таки может лопнуть, треснуть, отскочить. Да, ничего. Вот эти, они живут. Хорошо, что этот внутренний сосуд, такая массивная кастрюля. Она, конечно, во-первых усредняет тепло. Во-вторых, он глушнул, может отскочить по глазам. Это я отковырял сам, она сама не отковырял. Даже отковырять ее очень трудно. А чего именно повторять только лишь? Ну, можно стальную ампулу. И герметично будет. А если стеклянную, запаять ее. Ну, вот я думаю, что как раз гениальность Росси заключается в том, что он вместо металла... Да я согласен, что он ушел. Я догадался использовать керамику. Причем, мало того, я тоже думал об этом долго. Как же это можно вообще сделать? Это же надо какие-то уплотнения. А при такой температуре никакие уплотнения уже не работают. Втеропласт, даже медь не работает при такой температуре. А он взял и просто замазал вот этим цементом. И все. Я бы, наверное, до этого не догадался. Я думаю, в домашних условиях можно заплавлять стеклянную трубку на газовой плитке. Вот, вот стекло. А как? Как заплавлять, если там вещество, которое уже в 200 градусов, и оно все разлагается? Проблема-то вот с чем. Ну да, надо высокой температурой. А тут все на холоде делается. Да, там уже начнет разлагаться. Но надо сужать стекло. Не, ну эти стеклодубы, которые шарики дуют, они ж губы не обжигают. Температура до 200 градусов не поднимается. Ну стекло как раз, вот как-то наверное... Ну кварц... Во-первых, только кварцевое стекло можно использовать. А с кварцевым стеклом обращаться, пожалуй, потруднее, чем с керамикой. А почему кварцевое, а не обычное? Оно при такой температуре все уже потечет. Да, при 1000 градусов. Вот даже вот стеклоизоляция, обычно используется на терпопарах, из стекловолокна, она здесь уже не годится. При такой температуре уже асбест расплавляется. А что вы можете вот сказать по плотности насыпки этого порошка? Как эти пылинки должны не касаться друг друга, либо они могут касаться, либо их можно утрамбовывать, уплотнять? Это когда цемент ее готовят? Нет, имеется в виду топливо, которое уже не пить. А, топливо, ну просто засыпается и все. Перемешивается, вообще надо равномерно размешать и засыпать. Никель довольно тяжелый, а алюмогидрид он очень легкий, поэтому по массе они в 10 раз различаются, а по объему примерно одинаково получается. Вот их надо размешать и засыпать. Пока я вот так делаю. А какая необходимость их перемешивать? Они же не могут работать отдельно рядом? Не знаю, не знаю. Роси перемешивал, потому что он сразу не по очереди сыпал эти порошки, а сразу они засыпали в готовую смесь. А при анализе этой смеси оказалось, Роси этот секрет не раскрывала, а вот когда анализировали состав этой смеси, оказалось, что там никель в исходном порошке, никель и вот литий, алюминий и водород. И как раз соотношение этих элементов такое, что стало ясно, что алюмогидрид и литий засыпали. В общем он не раскрывал и после этого теперь ему надо признать. Ладно, вы разгадали. Ну да, он мне пару писем уже прислал. Лично прислал, потому что я его в интернете только не читал. В общем будет желательно, да, коротко, но так довольно поздравил. Первый, который вот распространил этот, спросил ссылку, я смотрел, там он пишет, что я не имею пока данных и не могу комментировать, но думаю, что после того, как вот отчет Лугана появился, то теперь будут все повторять. Ну да. В смысле, повторение станет возможным вот так. Да, он в первом письме так поздравил, а во втором письме, после того, кем ответил, начал, значит, сказал, что он воспитан на Толстом и очень любит русскую поэзию Россию. А Толстой же не поэт? Нет, ну, нет, но он воспитан на Толстом, то есть в детстве увлекался Толстым, вот. Ну я ему в ответ написал, что вот мы, так сказать, Леонардо да Винчи, там, там. Там ведь тоже вас итальянцев уважали. Говорит, что Московский Кремль, итальянцы, говорит, с итальянцами, да. А итальянцы, они вообще молодцы. У них Маркони там был, это же итальянец. Маркони, да. Да, Маркони. Очень. А надо сказать, они энергичные деятели, в отличие от нас. Мы можем что-нибудь открыть, конечно, такое интересное. Ну да. А внедрять будет за рубежом, как правило. Я вот уже 20 лет рассказываю о том, что механические напряжения на что-то там влияют, а эксперимент поставить, руки никак не доходят. Да. Вот, кстати, вот уже началось довольно такое булька неслышная, да. Ну вот такой булькой ничего не выплескивается, все в пределах остается. Потому что в основном, видимо, парообразование где-то вот даже вот на дне кастрюли происходит, а сюда уже выходят пузыри такие большие. Ну, не знаю. В общем, контрольные эксперименты показывают, что никаких аномалий парообразования нет. Все идет по табличному значению. Я вот еще думаю, мы эту крышку открываем, это мы в сторону уменьшения КПД действуем, да? Ну, да. В смысле, открыв крышку, мы только принижаем. Да, и тем не менее, мы вот и крышку открывали, и все равно КПД. Да, все равно больше. Так, ну, можно положить опять. Хотя, сколько я туда-сюда не таскал, этот счетчик одно и то же все. А не пробовали какой-нибудь изотоп поднести слабенький шут? В смысле, работает он? Да, работает. Ну, да, если щелкнет фон, то, конечно, работает. А что это за переходники? Какой-то вот ящик? Это вот и есть компьютерный самописец. Вот, это вот сигнал поступает с усилителя сигнала с термопары, а сюда поступает сигнал с счетчика Гейгера. Ну, я сейчас пока отключил, потому что он только мешает. Хотел бы себе такой иметь. Да, ну, кстати, он не так. Это вот сколько дырок? Две с лишним тысячи рублей стоит. Столько портов у него, сколько дырок, да? Чего? Да, четыре канала. По два, что ли? Как вы считаете? Там же дырок-то больше. Ну, да, ну, каждый канал по два провода. Два, четыре, шесть, восемь. Да, четыре канала. Ну, конечно, очень хорошая штука. А программку надо специально? Все, там и программа есть. Вот такой вот экран. А есть вот эти Меркурии с функцией ватметра. Может быть, можно тогда его завести на этот канал, и он будет тут ваты писать постоянно? Или они ваты не нужны нам? Ну, можно, конечно. Но вот этот компьютер специально еще очень давно я приспособил для того, чтобы именно эти моменты прихода импульса регистрировать. Кстати, эта история этого прибора очень интересная. Ну и сам компьютер, это лаптоп еще, по-моему. Один из первых вообще устройств, которое вот было в таком исполнении, это производство 91-го года, можно себе представить. Устройство. 282-й компьютер там стоит. 286-й. Процессор, да. Но, тем не менее, он очень надежно, стабильно работает. У него такая история. Значит, он был закуплен еще Верховным Советом Российским. Вот один из сотрудников этого Верховного Совета взял его к себе домой поработать. В это время произошли известные события. И после этого уже непонятно было, куда его возвращать этот компьютер. Он долго маялся-маялся и нашел такой выход. Он мне по дешевке просто продал его. Но этот компьютер, он же не... Он, я смотрю, отличается от стандарта. Чем он отличается? У него этот вход специальный какой-то? Это да. Это я специально сделал вход. Который, по сути дела, каждый вход – это замыкатель, электронный перемыкатель, значит, какой-то клавиши. Ну, 8 каналов. Электронный перемыкается первый, второй. Вы использовали POM-порт или... Нет. Это просто используется для ввода, используется клавиатура. Вы возьмем клавиатуру и вставляете провода? Да, никакого. Прямо клавиатура. А тут же... Приходит импульс, приходит импульс. Приходит импульс, аналогичен нажатию на какую-то кнопку клавиатуры. Функцию. Я уловил функцию. Физическая. Программа очень простая. ДОСовская программа, которая... Значит, при нажатии, значит, вот клавиатуры, она запускает определение времени и печатает номер канала. Ну, еще там программка, которая определяет интервал между импульсами. Тоже она довольно простая. Я имею ноутбук. Четыреста восемьдесят шестая машина. У него там какие-то есть порта. Наверное, Комовский есть или ПТ-новик есть. Я не знаю даже. У вас есть ДОС-программа какая-то. Я думаю, себе его как-то приспособить для измерения чего-либо. Я пока представлял только в звуковую карту. Можно воткнуть и писать. Аналоговый. Нет. Ну, можно, конечно, на ЛПТ порт, кстати, легче всего подавать. Это можно сделать. Но это все-таки сложнее. Вот такое решение я его придумал еще в те времена, когда вот в ходу был ДОС. Ничего Windows не было. Но с тех пор я пользуюсь этим приемом и просто доволен и не хочу от него отказываться. Вы-то довольны. Я вот хочу тоже быть довольным. Как мне сделать? Я научу. Это отдельный разговор. Я просто пока в принципе проясняю. Комовского или ЛПТ порта достаточно, да? Чтобы не лезть. Даже клавиатуры достаточно. Ну, клавиатура у него тоже. Она же, не знаю, внешняя есть или нет. А какая? Внешняя? Нет. У них и должна быть внешняя. Обязательно. Ну, буква должна быть. Ну, давайте вот. Уже хватит ему мариноваться Индией. Давайте поставим букву Б в качестве меточки, что мы вынули Индию. Закончили. Вопрос мой тот же, что я и раньше спрашивал. Вот источник тепла, и мы не можем отключить этот нагреватель, который явно дает тепла меньше, чем и ядерная реакция. Значит, я понял с вашего ответа предыдущего, что стабилизируя температуру, или как управляя температурой, вы можете реакцию, если она потухла, разжечь. Ну, вот непонятно, как вы можете ее притушить, если она идет в разнос? Ну, надо просто не доходить до такого состояния, чтобы реактор пошел в разнос. Надо нащупать такую температуру, когда уже превышение по энергии достаточно большое, но еще редко не разгоняется. Ну, вот, Росси, вот, нащупал, видимо, такую точку. У него больше, чем в три раза получается превышение, и стабильная работа. Больше месяца он проработал. У меня такого пока еще не получается. Вот необходимость нагревателя, или как, его можно отключить, по мнению многих, что если реакция идет в разнос, то можно просто отбирать тепло проточной водой там или... Да, вот, то, что Росси использует просто голую вот эту трубку керамическую, которая раскаляется до высокой температуры, это имеет такое само стабилизирующее предназначение, как я понимаю. Потому что, вот, уход тепла за счет тепла, за счет излучения, он очень сильно, экспоненциально зависит от температуры. Поэтому, как только какой-то локальный начинается перегрев, в этом месте начинается значительно более интенсивный отбор тепла. Вот, вот, этот тоже механизм работает. Помимо того, что еще регулировка происходит за счет, вот, выделения тепла в нагревателе, путем электрического тока. А вот у Андрея Роси тоже стабилизирует температуру? Да, я, вот, она... Да, и вот, когда я пытаюсь использовать теплоизоляцию, вот, у меня есть корыца, наполненная, вот, корундовой пылью. Когда, вот, окружаешь реактор, вот, такого рода теплоизоляцией, требуется значительно мощь, меньше мощности. В три раза меньше мощности требуется разогрева, да, температур нужных, там, больше 1100 градусов. Но зато реактор намного менее устойчиво начинает работать, буквально тут же начинает идти в разгон, если превысишь какую-то температуру. Вот то, что реактор у Роси голый стоит, это, вот, имеет стабилизирующее значение. Они у меня тоже, голые реакторы работают намного стабильнее. Так, а сколько Вы засыпали грамм топлива, это секрет, не секрет? Ну, это как у Роси, один грамм топлива. Один грамм? Это в смеси один грамм, да? Да, один, ну, там примешь 10% всего алюмогидриды. А вот соотношение, это у Роси такое или Ваше? Да, да, вот из отчёта можно сделать вывод, что у него примерно такое было соотношение. Так, ну и по поводу ещё, я вчера пытался выяснить герметичность реактора стенок для водорода. Я вот подсчитал немножко в интернете, оказывается, стекло, отдельные сорта стекла отличаются на 5 порядков по проницаемости для водорода, даже стекло. А вот насчёт керамики Вашей, может быть, её можно как-то будет, если Вы захотите, конечно, протестировать на воздухе, там, на другом газе, на просто газообразном водороде, завести трубочку, манометр, там, ну, или, ну, как бы, подавая газообразный водород или воздух, и в воде можно смотреть визуально, бульбит, не бульбит. Нет. Не считаете ли Вы это? Ну, да. Утечка водорода через стенки сосуда – это довольно большая проблема. Вот. И даже специальные методы разрабатываются для того, чтобы эту, ну, во-первых, использовать специальные металлы, которые мало пропускать. Например, железо мало пропускает водорода. А никель, если сделать сосуд из никеля, то постепенно водород уйдёт через стенки, не говоря уже там о Титании или чем-то другом. Вот. Но эти утечки идут очень постепенно и медленно, так что не опуская в воду всё равно ничего не заметишь. Вот. Вот. Я статью читал там, где делали мишени для ДДТ и третьей смеси. Там за час из стеклянного микробалона уходит водород. Как бы, ну, это отрывочные сведения у меня. Может быть, конечно, я не в курсе, что, Вы считаете, очень медленно уходит и нет смысла заниматься. А вот, да. А вот что касается керамики, то вот мне прислали по электронной почте ссылку на патент, в котором используется именно покрытие керамики внутри сосудов для того, чтобы предотвратить утечку водорода. Возможно, что вот керамика, она является очень подходящим в этом смысле материалом. Так, а вот в развитии этого вопроса, вот соотношение 10% там этого порошка, который водород выделяет, а есть ли задумки такие, а если увеличить содержание этого порошка, чтобы водорода было больше, там, в два раза увеличить? Да. Дело в том, что очень много, что надо испытать. Сейчас работа происходит в режиме поиска к черной кошке в темной комнате. Можно посмотреть в одном месте, можно по другом. В теории ведь нет этого явления, поэтому все приходится делать на ощупь. В том числе, конечно, и соотношение компонентов надо варьировать и смотреть, к чему это происходит. Но главное сейчас добиться того, чтобы реактор начал работать устойчиво. Вот сейчас в этом направлении идет поиск. А вот получается, как бы без давления особого, без особого давления водорода при нагреве реакция ядерная может идти. А вот Вы повторяли ЕКАД, РОСИ, там давление сколько у Вас было водорода из баллона? Да. Это наши прежние эксперименты, когда были найдены нейтроны, да? Ну да, когда Вы искали нейтроны. Да, давление до 100 атмосфер и температура где-то до 700 градусов. Вот Вы, сравнивая как бы ЕКАД, РОСИ и ХОДКАД, никаких комментариев не можете дать? Почему там не пошла реакция? Трудно сказать. Дело в том, что специально калориметрических измерений, которые бы смогли выяснить, есть избыточное, тепло или нет, тогда не делалось. Значит, в основном упор был на то, чтобы определить какие-то ядерные излучения. Ну вот так ядерное излучение как будто бы наблюдается, но очень все-таки слабое по сравнению с тем, что должно происходить. Если бы там шли ядерные реакции обычного типа, но намного порядков меньше. А та экспериментальная установка жива? Не планируете к ней вернуться? Ну та экспериментальная установка уже не жива. Не жива, да? Ладно, спасибо.